Всем привет! Сегодня в этом видеоуроке я хотела бы вам показать, как я сделала вот такую шапочку. Уже наподобие такой, в принципе, вы знаете, как делать, но здесь, как вы видите, я сделала повороты в разные стороны, как бы в виде таких вот елочек, ну то есть, и узор промежуточный у меня рис. Резинка также 2х2, бубончик. В общем, в этом сезоне, я так поняла, вот такие шапочки являются очень модными, актуальными, особенно серого цвета. Поэтому я беру свой любимый сейчас серый цвет фирмы Alize Alana Gold и приступаем вязать. Для вязания вам понадобится пряжа. Я взяла, как всегда, свой любимый Alize Alana Gold серого цвета, спицы троечка с половиной, такая же спица дополнительная, такого же диаметра, небольшая, можно чулочную взять, либо специальную для кос. Затем крючочек я взяла для заправки и для, в общем, он нам понадобится для сшивания, шапочки для бубона и ножнички. Конечно же, можно сделать такую шапочку на четырех спицах, но, честно говоря, мне не нравится, как при завороте, ну, при отвороте, выглядят перекрещенными петли, в общем, с лицевой стороны. Мне это не нравится, поэтому я вяжу на двух спицах. Вот я набрала 92 петли и провязала их резинкой 2х2 15 см. Я на этом не заостряла свое внимание, так как показывала, как делать набор петель и провязывать резинку 2х2 в предыдущих видеоуроках. Хотите, посмотрите, как провязывать резинку 2х2 в уроке, именно непосредственно уделенном внимании резинке, либо можете посмотреть в предыдущих шапочках. Значит, я уделила особое внимание именно непосредственно рисунку. Итак, первый ряд. Первую петлю снимаете, вторую вяжете изнаночной, третью лицевой, четвертую изнаночной. Теперь, 6 петелек вяжете просто лицевыми петлями. 2, 3, 4, 5, 6. Эти 9 петель, провязанные нами сейчас, это и есть раппорт узора. Теперь снова повторяется. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Теперь снова 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь снова 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова изнаночная, лицевая, изнаночная. 6 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6. Итак, до конца ряда чередуете изнаночная, лицевая, изнаночная. 6 лицевых. Последнюю провязали кромочную изнаночной. Итак, второй ряд. Сейчас мы будем вязать изнаночный ряд и все последующие четные ряды будем вязать таким образом. Смотрите, кромочную снимаете. Первые 6 изнаночных, так и провязываете по рисунку 6 изнаночных. 4, 5, 6. Теперь у нас лицевая, изнаночная, лицевая. Мы их провязываем наоборот. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Как бы поменяли их, сделаем узор здесь путанку. Теперь снова 6 изнаночных. Мы провязываем также 6 изнаночных. Теперь снова лицевая, изнаночная, лицевая. Мы провязываем изнаночная, лицевая, изнаночная. Наоборот. Теперь снова 6 изнаночных. Мы провязываем 6 изнаночных. Теперь снова лицевая, изнаночная, лицевая. Мы вяжем наоборот. Изнаночная, лицевая, изнаночная. И так нам нужно довязать до конца ряда. И все последующие четные изнаночные ряды будем провязывать таким образом. Третий ряд провязываем как первый. Кромочную снимаете. Теперь изнаночная, лицевая, изнаночная. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Теперь снова 1, 2, 3, 4, 5, 6. В общем, провязываете лицевыми. И так до конца ряда. Пятый ряд. Теперь нам понадобится дополнительная спица. Первую кромочную снимаете. Затем вяжете изнаночная, лицевая, изнаночная. Все по рисунку идет пока. Теперь нам нужно сделать поворот налево. Теперь мы снимаем первые 3 петельки на дополнительную спицу. И оставляем перед работой. Затем следующие 3 мы провязываем лицевой. Затем те, что мы оставляли 3 на дополнительной, мы провязываем также лицевой. 1, 2 и 3. Затем снова 3 петельки провязываем по рисунку рис. То есть изнаночная, лицевая и изнаночная. А теперь мы берем и снимаем на дополнительную спицу первые 3 петельки. Но снимаем их и оставляем за работой. То есть мы сейчас делаем перекрещивание, поворот направо. То есть провязываем первые 3 петельки вот лицевыми. И с дополнительной спицы мы провязываем, довязываем на правую спицу также лицевыми. 1, 2 и 3. Таким образом мы сделали перекрещивание сначала в левую сторону, а теперь в правую сторону. Затем снова 3 петельки делаем узором рис. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Теперь следующие берем 6 петелек и первые 3 снимаем на дополнительную спицу. Оставляем их перед работой. Провязываем 3 лицевые со спицы. 1, 2 и 3. Теперь с дополнительной спицы провязываем 1, 2 и 3. Теперь снова 3 узора нашей полтонки. Изнаночная, лицевая и изнаночная. Теперь делаем поворот направо. То есть 3 петельки первые снимаем на дополнительную спицу и оставляем за работой. Теперь провязываем 3 лицевые и с дополнительной спицы также провязываем 3 лицевые на правую спицу. 1, 2 и 3. Снова наш узор путанка. Изнаночная, лицевая и изнаночная. И вот смотрите, что у нас получается. Вот такие поворотики как бы в серединочку идут. Вот смотрите, красивенькие получаются. И продолжаем так до конца ряда. Сейчас мы делаем поворот на лево. То есть первые 3 петельки оставляем перед работой. Затем за работой оставляем перед работой, за работой. И так до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем как всегда по рисунку. Седьмой ряд вяжем по рисунку. Первую кромочную снимаете. Затем изнаночная, лицевая, изнаночная. Сделали нашу путанку. И теперь провязываем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь снова изнаночная, лицевая, изнаночная. Снова 1, 2, 3, 4, 5, 6. И так далее. Изнаночная, лицевая, изнаночная. 6 лицевых. Изнаночная, лицевая, изнаночная. 6 лицевых. И так до конца ряда. изнаночный по рисунку. Девятый ряд снова вяжем по рисунку. Кромочная, изнаночная, лицевая, изнаночная, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова изнаночная, лицевая, изнаночная, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Лицевую довязываете до конца, изнаночную провязываете без изменения по рисунку. Одиннадцатый ряд. Снова кромочную снимаем. Первые три петельки риса. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Теперь берем дополнительную спицу и первые три петельки снимаем на нее и оставляем перед работой. Следующие три петельки провязываем лицевой. 1, 2, 3. С дополнительной спицы провязываем тоже три лицевые. 1, 2, 3. Три петли риса. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Теперь снова. Три петельки первые снимаем на дополнительную спицу и оставляем уже за работой. Теперь снова три лицевые провязали. 1, 2, 3. Теперь три лицевые с дополнительной спицы провязываем. 1, 2 и 3. Снова три петли риса. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Как вы видите, уже очень сходный ряд к тому, что мы вязали. Три петельки первые снимаете на дополнительную спицу перед работой, оставляете. Три провязываете лицевой и провязываете с дополнительной спицы затем. Три петельки лицевой. Три петли риса. Изнаночная, лицевая, изнаночная. И снова. Три петельки, но уже за работой. 1, 2, 3. На дополнительную спицу. И три первые провязываем. 1, 2, 3. С дополнительной спицы тоже провязываем три лицевых. 1, 2, 3. И все повторяете до конца ряда. Теперь, как вы увидели, мы уже эти ряды провязывали. Я думаю, здесь вам ничего нового нету такого. Вот, я думаю, вам здесь все абсолютно понятно. Вот, как вы видите, мы уже провязали так, что у нас, в принципе, виден узор. Здесь у нас будет заворотик, отворотик. И мы сейчас будем провязывать высоту шапочки. Высоту шапочки нам нужно провязать приблизительно, вот, начиная от начала кос. Еще, ну, не знаю, сантиметров, наверное, 6 я провяжу. То есть, где-то даже, наверное, 7. До 12, 12,5 я буду вязать. То есть, всего вот у нас, если с отворотиком считать, шапочка должна быть провязана уже приблизительно до 18,5, приблизительно сантиметров. Почему так? Потому что общая высота шапочки должна составлять где-то 21 сантиметр. 21, там, 21,5, я думаю, не надо глубже. Глубже не нужно. И нам нужно сейчас провязать шапочку до 18,5 сантиметров для того, чтобы у нас осталось еще несколько сантиметров для убавления. То есть, для закругления нашей шапочки. Итак, когда вы провяжете общую высоту 18-18,5, я сейчас буду по ходу действия думать и смотреть, как бы. Вот, я потом вам в итоге скажу, сколько я провязала. И если считать от узора отсюда, то приблизительно 12-12,5 сантиметров, я думаю, будет достаточно высота шапочки для такого отъема головы. И так вот, я провязала нужной мне длины. У меня всего получилось от, если мерить от начала до конца вязания, 20, вот, 27 сантиметров. Вот так, чтобы вам показать, вот, 27 сантиметров. И я продолжаю. Смотрите, мы с вами сделали один поворот, второй поворот. И я самостоятельно сделала три поворота. Вот. Теперь мы продолжаем и будем закруглять нашу шапочку вверх, делать макушку. Я сделаю это очень простым способом. Смотрите, первую кромочную снимаете, затем те три петельки, что у нас изнаночная, лицевая, изнаночная должны быть, я просто все три провязываю изнанкой. Вот, все три петелечки. Вот так вот, раз. Теперь шесть лицевых, так и провязываю шесть лицевых. Два, три, четыре, пять, шесть. Теперь снова наши три, изнанка, лицевая, изнанка, я их вяжу общей изнанкой. Теперь снова шесть лицевых. Один, два, три, четыре, пять и шесть. Снова три вяжу одной изнаночной вместе. И снова шесть лицевых. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Вот. И так я вяжу до конца ряда. Теперь переворачиваем на изнаночную сторону и вяжем по рисунку. То есть первую кромочную снимаете, шесть, вяжете изнаночной. Два, три, четыре, пять, шесть. И лицевую так и провязываете лицевой. Снова шесть изнаночных. Два, три, четыре, пять, шесть. И одну лицевой. И так до конца ряда. То есть вяжете по рисунку. Снова повернув на лицевую сторону, первую кромочную снимаете. Вторая изнаночная по рисунку. Теперь нам нужно снова сделать поворот. Мы первые три петельки снимаем на дополнительную спицу. Вторые три петельки провязываем лицевой, как всегда. И с дополнительной спицы снимаем и провязываем тоже три первые снятые лицевой. Два, три. Теперь вяжем изнаночную. И снова поворот. Вот только первые три петли оставляем на дополнительной спице за работу. Вот, провязываем один, два, три. Возвращаем, провязываем на правую спицу с дополнительной. Вот, как мы провязали петельки. Изнаночная. И снова поворот. Три петли перед работой. И так нам нужно повернуть все петли. Все петли жгутиком сделать. И между жгутиками у нас будет изнаночная. И так мы провяжем этот ряд. Сделаем повороты. И между поворотами нашими изнаночные петельки. Так до конца ряда. Перевернув на изнаночную сторону, вяжем следующим образом. Первую кромочную снимаете. Затем у нас три идет изнаночных. Мы их вместе три провяжем лицевой одной. Вот. Затем три изнаночных провяжем по отдельности. Три изнаночных каждую. Следующая лицевая так и провязываем ее лицевой. Теперь три изнаночных по отдельности. Затем следующие по рисунку у нас идут тоже три изнаночные. Но мы провяжем одной лицевой. Вот так вот. Одной вместе лицевой. Теперь у нас следующая лицевая, мы ее провяжем изнаночной. Теперь 3 изнаночной снова провяжем одной лицевой. Вот так вот. Теперь провязываем 3 изнаночные, следующие 3 отдельно изнаночные. И нашу вот эту изнаночную, с этой стороны лицевой, так и провяжем лицевой. Теперь 3 изнаночных по отдельности. Теперь у нас здесь идут вот так вот, 3 изнаночных, я зацепила еще одну. Теперь эти 3 изнаночные провяжем лицевой, одной. Та, что была у нас лицевая, провяжем изнаночной. Вот эти 3 изнаночные провяжем снова одной лицевой. В общем, смотрите, здесь как бы закономерность такая. Я смотрю на предыдущий наш ряд, вот. И там, где у нас было 3 лицевых, вот по рисунку, мы их провязываем 3 лицевых. Изнаночная между ними, 3 лицевых. Теперь те, что были здесь у нас перевороты трех лицевых, я их провязала одной изнаночной вместе. Та, что была изнаночная, провязала лицевой, и снова 3 провязала одной изнаночной. Теперь по рисунку, 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых. В общем, я опираюсь на этот ряд. Теперь у нас, смотрите, я провязала снова 3 вместе одной лицевой. Эти 3 лицевых, то есть с этой стороны 3 изнаночных, я и провязываю каждую изнаночную. Теперь снова, 1 лицевая, 3 изнаночных. Эти 3 мы провязываем вместе одной лицевой. Теперь та, что была лицевая изнаночной, снова 3 вместе лицевой. Вот, провязали 3 вместе лицевой. Теперь, те, что у нас 3 изнаночных, мы провязываем их по отдельности, изнаночной. Лицевую провязываем лицевой. 3 изнаночных провязываем 3 изнаночных. Теперь наши перекрученные задние, я снова провязываю одной лицевой. Вот, 3 изнаночные, это одна лицевая. Теперь лицевая я провязываю изнаночную. И снова 3 вместе изнаночных, одной лицевой. Вот. Вот так. Теперь снова, как у нас было 3 изнаночных, провязываю отдельно. 1 лицевую. Теперь снова 3 изнаночных отдельно. В общем, у нас, я так могу вам как бы сказать, что у нас, вот смотрите, если обращать внимание на рисунок, то у нас идут сначала поочередно 3 изнаночных, лицевая, 3 изнаночные. Затем 3 изнаночных провязываем одной лицевой. Лицевую изнаночной. И снова 3 изнаночных, лицевой. И снова 3 отдельно изнаночных, лицевая, 3 отдельно изнаночных. Из 3 одна изнаночная, из 3 одна. 3 изнаночных, лицевая, 3 изнаночных. В общем, вот такое чередование у нас необычное получается. Но уже довязываем до конца вместе с вами. Снова вот здесь вот в конце у нас 1 лицевая из 3 изнаночных. И лицевая провязываем изнаночную. И изнаночную кромочную. Итак, мы перевернули. Теперь этот ряд мы будем еще уменьшать немножечко. Нам нужно уменьшить. Как бы мы здесь вот так вот красивенько бы сделали. Я вам предлагаю вот так. Кромочную снимите. Теперь изнаночную, лицевую, в общем, прочередуйте, так как рис у нас здесь был. Теперь 2 лицевых провяжите вместе лицевой. Теперь у нас идет лицевая, изнаночная, лицевая. Снова лицевой. И 2 оставшиеся лицевые. Только можно вот так за заднюю. Со второй начинаю провязать лицевую. Как бы положить ее по рисунку. Вот так красивенько, чтобы было елочкой. Теперь снова изнаночную, лицевую, изнаночную провяжем вот так вот изнаночную. Теперь идет у нас 2 лицевых. Лицевая, изнаночная, лицевая. Значит, 2 лицевых провязываем вместе лицевой. Лицевую, изнаночную, лицевую вместе вот так вот. Одной лицевой. И за вот так вот, за вторую тоже 2 вместе лицевой. Ну, как бы, таким бабушкиным способом. Снова лицевой. И так у нас получается. 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых. Снова вот 3 изнаночная, лицевая, изнаночная, 1 изнаночная. В общем, максимально сокращаем. Смотрите, теперь снова 2 лицевых, передних провяжем 1 лицевой. Лицевую, изнаночную, лицевую, 1 лицевой. 2 лицевых провяжем 1 лицевой. Вот так вот. Теперь снова изнаночная, лицевая, изнаночная. Провяжем изнаночной. Снова 2 лицевых провяжем 1. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая провяжем 1 лицевой. И 2 лицевых вместе провяжем 1 лицевой. В общем, максимально-максимально сокращаем по рисунку, чтобы красивенько ложилось. Теперь 2 изнаночных лицевую мы провязываем вместе одной изнаночной. Теперь снова 2 лицевых провязываем одной лицевой, лицевую изнаночную лицевую провязываем одной лицевой, 2 лицевых провязываем одной лицевой. Я их немножечко, как заметили, поворачиваю. Теперь изнаночная и изнаночная кромочная. Этот ряд я вам предлагаю провязать по рисунку. То есть, где у вас была лицевая, там лицевая, где изнаночная, там изнаночная. Вот три изнаночных у вас здесь, одна лицевая, снова один, два, три изнаночных, одна лицевая, один, два, три изнаночных, одна лицевая, одна, две, три изнаночных, одна лицевая, одна, вторая, третья изнаночная. Вот, и здесь у нас изнаночную лицевую мы можем провязать вместе лицевой. Мы их тоже сократим здесь немножечко. И кромочную изнаночную. Перевернув на лицевую сторону, как вы видите, у нас уже осталось немножечко петель, поэтому мы вот так вот первую кромочную не снимаем, а вторую вот так вот через нее делаем протяжку. Третью через первую, четвертую через первую, пятую через первую. В общем, делаем протяжки по очереди и собираем все петли на первую нашу петельку. Вот так вот делаем, делаем протяжки до самого конца. Вот мы собрали все петельки на одну спицу, так и оставляем их на одной спице. Теперь на лицевую сторону выворачиваете вот так вот наше вязание вот этими краешками к нам. Мы сейчас будем с лицевой стороны делать вот шовчик, сшивать края для того, чтобы когда мы вывернем вот так вот, подвернем, сделаем наш отворот, у нас шовчика не было видно. Вот будет красивый краешек. Итак, с лицевой стороны берем наш крючочек и вот здесь вот в краешек, вот в краешек одной, вот так вот, и в краешек второй находим наши кромочные петельки, втыкаем крючок, выводим вот так вот петельку. Теперь здесь кромочную в одну стеночку крючок втыкаем и во вторую стеночку. Вот так вот вытягиваем петельку. Вот смотрите, чтобы именно в кромочные, для того, чтобы у вас краешек был ровненький, красивенький, без погрешностей. Итак, и продеваете две петельки через, вот так вот, через друг дружку. Теперь снова в одну, вторую, вытягиваете петельку и делаете протяжку. Как бы делаете соединительными столбиками, вот так вот, крючком. И так до, где-то приблизительно, нам нужно сшить до, ну, где-то до сантиметра двух, до конца вот этого вот края резинки 2х2. Я соединяю кончиком тот, который у меня остался при наборе. Если же у вас такого кончика не осталось, то, я думаю, все равно, какая-то ниточка осталась, ей начните. Вот здесь вот соединительные столбики делать, а затем присоедините вторую ниточку, другую, и продолжаете. То есть, чтобы у вас начало было все-таки вот этим, ну, кончиком, который остался при наборе петелечек. Чтобы у вас был гладкий, ровный край, без всяких, так сказать, как же они называются, узелки, в общем, без всяких соединений. Смотрите, ровненько вот так вот соединяете край. Если вы соедините очень аккуратненько, то, я же говорю, у вас получится довольно-таки, смотрите, красивый шовчик. То есть, вот, как видите, очень, я считаю, ровненький. Его хорошо нужно затягивать. И здесь будет довольно-таки все красивенько. В общем, на завороте у вас будет, вот, видите, никакого, как бы, такой задеренки, ничего. В принципе, я считаю, что это нормальный край. Мне такой нравится. В общем, продолжаете до, соединять до приблизительно сантиметра, полтора-два до конца. Тогда продолжим. Итак, вот, я сделала последний стежочек. Теперь вытягиваю краешек ниточки и закрепляю его. Вот так вот. Закрепила. Теперь, что я делаю? Я выворачиваю свое вязание на изнаночную сторону. То есть, вот, продеваю наш моточек, вот так вот, и продеваю нашу, вот так вот, спицу, и наше вязание выворачивая на изнаночную сторону. Что мы будем теперь делать? Смотрите. Берем крючок, вот так вот, я правша, мне удобно на эту сторону. Вытягиваем нашу спицу и одеваем петельку на крючок. Вот так. Переодевайте очень аккуратно для того, чтобы не соскочили петли. Такое очень часто бывает. Теперь делаем воздушную петельку одну, вот так вот, так, чтобы хорошо затянуть наши петельки, не было, чтобы дырочки. И теперь, что мы делаем? Снова находим наши кромочные петельки и их будем снова сшивать. Тоже продеваем за две стеночки, две петельки вот так вот, продеваем через друг дружку соединительным столбиком. Теперь снова одна, вторая, вот так вот стеночка соединительный. Одна, вторая стеночка соединительный столбик. Итак, нам нужно сделать соединительные столбики до конца нашей вот этой дырочки. Смотрите, аж досюда. То есть, до вот этой поры нам нужно закрыть соединительными столбиками. Вот я закончила провязывать наш краешек. Вот, смотрите, у меня получилось, какой аккуратный здесь край. И здесь у нас получился вот с изнаночной стороны довольно-таки аккуратный, негрубый шовчик, который с лицевой стороны не будет виден. Итак, закрепляете здесь ниточки вот, берете ножнички, заправляете крючком наши вот эти вот краешки. Вот, тоже вот так вот вытаскиваете второй краешек, обрезаете и заправляете остатки ниточек крючком сквозь вот так вот наше вязание. Вот, заправили мы кончики. Довольно-таки, смотрите, аккуратненько все получилось. Теперь выворачиваем на лицевую нашу сторону. Вот, получилась у нас вот такая замечательная шапочка. Делаете отворотик. Вот, смотрите, получился очень аккуратный краешек сзади. Наш шов остался в середине, вот, смотрите. Теперь, здесь у нас сверху получился довольно-таки шов такой, что его, как видите, не отличишь от основного нашего узора. Вот, итак, вот он наш отворотик. Получилась вот такая замечательная шапочка. Смотрите, верх у нас получился такой замечательный, такой, я бы сказала, цветочком. Вот, в принципе, эту шапочку можно оставить и так. Но, я вам предлагаю посмотреть мой мастер-класс по изготовлению бубонов, помпонов. И сделать еще здесь вот такой помпончик, бубончик. В общем, будет у вас замечательная шапочка. Я считаю, что эта шапочка подойдет спокойно для зимнего периода, так как она, в принципе, здесь двойная и тепленькая. А так как я вязала с полушерстяной пряжи, то это еще, как бы, плюс. В общем, она не будет тянуться, как говорится, сильно растягиваться, при носке не кашлатится. То есть, и с полушерстяной пряжи я вам советую вязать все-таки шапочки. Они не деформируются. И, я еще раз повторюсь, при правильной сушке, при правильной, как бы, носке такой бережной, они вам послужат не один сезон. Итак, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем ровных петелек. Пока-пока.